Рак предстательной железы. Он поражает 15% мужчин старше 65. Каждый год 30 тысяч человек сталкиваются с этим диагнозом. За последние 10 лет заболеваемость раком простаты выросла вдвое. Предстательная железа – это небольшой, но уязвимый орган мужской репродуктивной системы. Он остро реагирует на малейшие изменения в организме. По своему объему простата примерно с грецкий орех, но при неблагоприятных условиях она может увеличиться до размеров яблока. Ее нежная железистая структура является хорошей мишенью для раковых клеток. В 40% случаев рак простаты диагностируют на последних стадиях. Но сегодня, благодаря специальному скринингу, это заболевание можно обнаружить в самом начале развития. Ранняя диагностика дает шансы на скорое излечение и полноценную жизнь. Ведь опухоль предстательной железы, выявленную на первой стадии, можно удалить за несколько минут. Газаргон, нанонож и роботы. Чем вооружены современные хирурги? Как вырезать опухоль, не повреждая ткани? Можно ли заморозить раковые клетки? И кому пора делать фаллопротезирование? Об этом смотрите далее. Наш гость – уролог Дмитрий Еникеев. В 2004 году с отличием окончил Академию имени Сеченова, затем клиническую ординатуру на кафедре урологии. Стажировался в клиниках Израиля и Германии. Научную работу доктор Еникеев посвятил внедрению высокотехнологичных хирургических пособий в практику лечения аденомы и ракопростаты. Является ведущим специалистом в области брахотерапии и криоабляции. Занимается внедрением методики «Нанонож» в России. Дмитрий, большое спасибо, что пришли. Давайте, прежде всего, попробуем вместе составить типичный портрет вашего пациента. Возраст, какие-то вредные привычки, его хронические заболевания. В общем, все то, что приводит пациента к вам. Вопрос одновременно и простой, и сложный. Мы, взрослые урологи, мы занимаемся лечением пациентов, начиная с 16 лет. И уже, так скажем, в этом возрасте у молодых людей, у девушек могут возникать те или иные проблемы, которые требуют вмешательства уролога. Но, конечно же, с возрастом вероятность возникновения различных заболеваний становится выше. И, конечно, ну, если говорить в большей степени о таком стандартном, наверное, пациенте, это мужчина старше 40 лет. Как он выглядит? Какие у него вредные привычки, может быть, которые его приводят в кабинет уролога? Безусловно, есть четко доказанная связь курения, алкоголя с какими-то урологическими заболеваниями, но, тем не менее, это не всегда так. Да, поэтому это стандартный мужчина, ведущий естественный образ жизни, да, но, может быть, превалирует у него больше какой-то сидячий образ жизни, да, малоподвижный, да, но, тем не менее, это никак не является таким основополагающим критерием. Самый обсуждаемый, один из самых обсуждаемых вопросов на площадке социальных сетей среди профессионального сообщества урологов, он для меня очень любопытный, мне очень любопытно ваше мнение, потому что речь пойдет про простатоспецифический антиген. Мы уже во многих программах выясняли о том, что во многом онкомаркеры – это иллюзия, иллюзия, которая создана для того, чтобы заработать деньги. Но все-таки большинство урологов склоняются, что ПСА, простатоспецифический антиген, сдавать необходимо. Как вы считаете, в каком возрасте начинать, какой должен быть скрининг? Сдавать ПСА нужно, обязательно. На сегодняшний день это, наверное, единственный действующий онкомаркер, доказывающий свою эффективность уже не один год. Сдавать его целесообразно каждому мужчине после 40 лет. Норма этого показателя от нуля до 4 нанограмм на миллилитр. В 40 лет мужчина должен сдать его впервые. Если этот показатель больше единицы, то в последующем он должен сдавать его каждый год и контролировать его каждый год. Если в 40 лет мужчина его сдал этот показатель меньше единицы, то в следующий раз он может его сдать спустя 5 лет в 45 лет и в дальнейшем сдавать ежегодно. Хорошо. Мужчина пришел, ПСА в итоге повышен. Какая дальнейшая тактика ваша? Безусловно, осмотр уролога, он помимо того, что включает в себя сдачу, безусловно, онкомаркера, это сдается, кровь берется из вены, этого, кстати, анализа бояться тоже не стоит. Идет осмотр пациента, да, мы осматриваем предстательную железу и выполняем ультразвуковое исследование. Если онкомаркер превышает границу в 10 нанограмм на миллилитр, то мы рекомендуем дополнительно выполнить магнитно-резонансную томографию предстательной железы для того, чтобы, ну, исключить возможное экстраорганное распространение процесса в последующем. Доказано, что фьюжн-биопсия – самый точный метод диагностики рака предстательной железы из всех существующих. Традиционная биопсия делается вслепую. Ткань для анализа забирают из простаты буквально наугад. При фьюжн-биопсии специальная компьютерная программа синхронизирует ультразвуковое изображение с полученными ранее снимками МРТ. Врач в режиме реального времени видит картину операционного поля, дополненную тем, что УЗИ показать не может, возможными очагами заболевания. Помимо трехмерного изображения с выделенными подозрительными участками, программа показывает точное направление для введения биопсийных игл. Технология фьюжн четко определяет расположение опухоли, что дает возможность провести операцию малоинвазивно, воздействовать на новообразование с точностью до миллиметра, не задевая здоровую ткань. Расскажите, пожалуйста, что это за методика и чем она кардинально отличается от стандартной биопсии, которую мы знаем. Заключается исследование в том, что мы данные магнитно-резонансной томографии, изображение с магнитно-резонансной томографией накладываем на интероперационное ультразвуковое изображение. И получается так, что сопоставляем эти картинки, подозрительный участок с магнитно-резонансной томографией переходит на ультразвуковое изображение. И дальше уже мы выполняем биопсию под ультразвуковым контролем. Мы прицельно из той подозрительной зоны, которую предварительно врач МРТ увидел, мы прицельно берем биопсию из этой зоны. То есть я правильно понимаю, что очень важно как раз попасть, что нередко, когда делали и забирали биоптат, не попадали в эти участки и не находили злокачественные клетки? Да, абсолютно верно. Классическая биопсия, она выполняется трансректальным доступом, через прямую кишку, и обычно берется 12 кусочков ткани простаты. И действительно, она не обладает такой высокой информативностью, к сожалению. И здесь, ну так скажем, новые технологии пришли к нам на помощь. Как у нас обстоят дела с подготовкой специалистов, которые освоили фьюжн-биопсию? Очень важный вопрос. На самом деле, в выполнении фьюжн-биопсии участвует сразу несколько специалистов. Безусловно, ключевая роль отводится лучевому специалисту, врачу-рентгенологу, который выполняет магнитно-резонансную томографию и обрабатывает эти изображения, описывает их. И, конечно, он должен правильно трактовать заключения, потому что помимо участков подозрительных на рак, могут быть участки, так скажем, подозрительные на тот или иной воспалительный процесс, на доброкачественные изменения. И врач-рентгенолог должен очень четко дифференцировать эти изменения и направить уже хирурга, направить уролога конкретно на подозрительный участок, чтобы взять биопсию прицельной из подозрительной зоны. Многие из лидеров, которые к нам приходят, я знаю точно, совершенно уже имеют опыт зарубежного образования. То есть, разумеется, получили образование здесь, возможно, даже защитились, получили степень кандидата и дальше начинают развиваться. Вы также проходили обучение, если не ошибаюсь, в Израиле и в Германии. Как поменялось мировоззрение после прохождения этого обучения? Поменялось очень серьезно, но если, так скажем, раскрывать ответ на этот вопрос, то политика ректора нашего у нас в университете, она Петра Ильича Глывочка, она была такова, что внедрять самые современные хирургические пособия в клинике. И понятно, что перед тем, как внедрить ту или иную операцию, конкретно ректорам была поставлена задача ехать в то учреждение в мире, где, наверное, наилучшим образом эта операция выполняется, проходить там обучение и привозить эту технологию уже к нам сюда, в университет, и развивать то или иное направление. Собственно, по этому маршруту я и пошел. Первоначально речь была о лазерной хирургии, и здесь была стажировка в Германии, которая на сегодняшний день, наверное, в мире является, ну, пионером и законодателем моды по лазерной хирургии. Также было обучение в Израиле, методики криоблации, методики заморозки раковых клеток. Там был ведущий центр, наверное, тоже в мире по выполнению этих пособий, профессор, который специализируется на них. И вот с ним такие были хорошие теплые отношения, помимо обучения. Потом в дальнейшем я профессора неоднократно приглашал и к нам сюда, в Москву, и мы вместе оперировали у нас в университете. То же самое было из Германии, с учителем из Германии. То есть это такие взаимоотношения, которые завязываются, и они уже на долгие годы складываются. Как вы считаете, правомерно ли говорить о том, что открытая хирургия в онкоурологии сегодня уходит, ну, как бы на второй план? Очень дискуссионный вопрос. Я думаю, что нет. Я думаю, что для открытой хирургии и вообще в онкологии, в онкоурологии на сегодня остаётся, она занимает своё уверенное место. Безусловно, новые технологии всё активнее и активнее входят в нашу жизнь, но для открытой хирургии своё место есть. Криоабляция. Лечение рака методом глубокой заморозки. Часто используется для удаления опухолей предстательной железы. По эффективности не уступает радикальной простатоктомии и при этом почти не имеет осложнений. Как работает метод? Опухоль замораживают до состояния ледяного шара. Сначала патологический очаг охлаждают аргоном до минус 60 градусов. Затем восстанавливают естественную температуру гелием. Газ вводят через криозонды, специальные иглы диаметром связальную спицу. Ультразвуковой контроль помогает провести заморозку, не навредив прилегающим органам. В результате смены температур происходит разрыв мембран раковых клеток. Злокачественные ткани разрушаются. После криоабляции крупные опухоли удаляются хирургическим путём, а мелкие рассасываются самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, про новый метод, относительно новый метод, про криоабляцию, которая используется во многих областях медицины. Но вот действительно достаточно любопытно то, что он, насколько я понимаю, уже активно используется и в онковорологии. Да, действительно, криоабляция используется активно в онкологии для лечения и рака печени, рака молочной железы, рака почки, кстати, мы в урологии активно используем. Но, наверное, действительно основное направление это рак предстательной железы. Как это выборочно происходит? Я не очень понимаю, что именно раковые клетки, а все окружающие ткани страдают. Они страдают, но заметно это никак на функции органа, это никак не сказывается. Откуда пришла эта методика, интересно, потому что о такого рода вещах говорили много раз. О селективной химиотерапии говорили в свое время, чтобы доставлять препарат исключительно вот вместо опухоли. Потом появилась рачстотная аблация в некоторых сферах. Потом появилась криоаблация. И вот, наконец, криоаблация так пришла в онкологию. Безусловно, в приходу этих методов способствовало появление ультразвуковых аппаратов, потому что, безусловно, в основном все эти манипуляции, они осуществляются под ультразвуковым контролем. И когда мы говорим о лечении тех или иных заболеваний рака предстательной железы, конкретно о раке предстательной железы, то все малоинвазивные методы лечения, они основываются на, базируются на ультразвуковом контроле, трансректальном ультразвуковом контроле, когда через прямую кишку проводится специальный датчик ультразвуковой, и он позволяет полностью контролировать процесс лечения. Вот, собственно, в середине, наверное, 80-х годов прошлого столетия, после внедрения вот этого ультразвукового трансректального датчика пошло активное внедрение вот этих малоинвазивных пособий для лечения рака простаты. Говоря о, например, заболеваниях почки, опухоли почки, то на сегодняшний день ультразвуковой контроль активно заменяет контроль компьютерного томографа, да, который позволяет более четко и более детально все контролировать процесс лечения. Наша дисциплина, она переходит больше, может быть, в какой-то степени на западный манер, когда хирург специализируется на нескольких определенных направлениях и достигает каких-то высот в этих направлениях, да, потому что, конечно же, сейчас технологии развиваются с такой скоростью, их такое количество, что овладеть всеми невозможно, да, как было возможно, например, лет 30 назад, да. Сейчас много новых всяких инструментов, многих, много различных новых инновационных методов, и каждый требует такого скрупулезного обучения. Собственно, я получаю удовольствие от того, что я как раз изучаю новые, разрабатываю, отчасти где-то что-то внедряю, вот мне это интересно. С одной стороны, да, казалось бы, новые технологии, один прокол, робот, который помогает, а с другой стороны, всегда возникает вопрос, насколько должен быть исходно подготовлен хирург, если вдруг придется идти на лапротомию и делать открытую операцию. Очень хороший вопрос вы задаете. Это вопрос, который постоянно поднимается и дискутируется в научном сообществе. Безусловно, поэтому, наверное, вот то, о чем мы говорили с вами вначале, какая-то база, основная база у хирурга должна быть заложена, и понимание основных принципов хирургии, она, безусловно, должна быть. Какое количество времени надо потратить на, ну, если позволите, на общую хирургию? Ну, вы знаете, я думаю, как раз вот западный образец, пять лет, мне кажется, это такой минимум, который необходим для того, чтобы какие-то азы были заложены. Если говорить о современных методах хирургии, то нельзя не сказать про роботы, которые используются в нашей стране уже достаточно активно. Используете ли вы роботы в своей практике? И чем действительно отличается, ну, скажем так, академическая операция, которая была, и операция с использованием робота? Например, у нас в Сеченовском университете ежедневно выполняется по 2-3 роботических операций в день, ну, а лазерных порядка 80. То есть это операция, которая стоит на потоке. Говоря о открытой хирургии, опять-таки, там, где действительно имеется возможность выполнения операции с использованием робота или с использованием лапароскопии, она всё больше отступает от открытой хирургии. Но, тем не менее, безусловно, как я уже говорил, для неё чёткие позиции остаются, и когда, к сожалению, другого выбора у нас нету, как только выполнить открытую операцию. Когда речь заходит про роботосоциированные операции, все почему-то, опять же, вспоминают Соединённые Штаты, либо очень часто вспоминают страны Германии, если мы говорим про урологию, потому что, ну, там операций делается достаточно много. В Америке, если не ошибаюсь, делается большинство этих операций. У нас, я знаю, что этих операций не так много. С чем это связано? Хороший вопрос. На самом деле, если мы говорим о роботической хирургии в урологии, то на сегодняшний день это, ну, в большинстве это онкоурология, это операции по поводу, радикальной операции по поводу рака предстательной железы, радикальная простатоктомия. И здесь, наверное, к этому вопросу стоит подойти с разных сторон. Но, в первую очередь, и это доказано, что независимо, каким доступом вы будете выполнять эту операцию, будет это открытый доступ или роботический, или лапароскопический, как онкологический, так и функциональный результаты одинаковы. Это главное. И дальше, в принципе, мы подходим к тому вопросу, как я обычно, когда общаюсь с пациентами, я им пытаюсь объяснить, что, ну, вот как можно из точки А в точку Б доехать, да, на велосипеде, а можно на автомобиле. Да, вот роботическая хирургия в 21 веке – это автомобиль. Безусловно, она обладает своими преимуществами и технологическими, и визуализирующими. К хирургу удобнее работать на роботе и пациенту. В принципе, комфортнее переносить роботическую операцию, нежели открытую, она менее инвазивная. Безусловно, роботическая хирургия, она пришла из Соединенных Штатов Америки, поэтому, конечно же, в США наибольший опыт по выполнению этих операций. Но скажу вам так, что в России с каждым днём этих центров, обладающих роботической хирургией, становится всё больше и больше. И, например, у нас в университете, в Сеченовском университете роботическую хирургию используют и урологи, и проктологи, и гинекологи, и таракальные хирурги. Какие ещё современные методы, методы 21 века, медицины будущего, сейчас существуют в хирургии, в онкохирургии? Ну, если мы говорим, опять-таки, про урологию, про онкоурологию, конкретно про рак предстательной железы, я вам скажу так, что, кстати говоря, о раке простаты, он сейчас, к сожалению, лидирует в списке онкологических заболеваний в этом страшном списке и занимает лидирующую позицию. И действительно, отчасти это благодаря как раз и простатспецифическому антигену, с помощью которого у нас получилось выявлять это заболевание, и чаще выявлять это заболевание на самых ранних этапах. Это тот этап, когда мы можем не просто полечить это заболевание, а полностью пациента от него избавить, то есть вылечить онкологический процесс. На сегодняшний день, помимо роботической хирургии, которая превалирует, является уже, можно так смело говорить, новым стандартом золотым, активно внедряются малоинвазивные методики, это и криоблация, о которой мы с вами поговорили, это брахитерапия, такая местный вид лучевой терапии предстательной железы. Эта методика используется уже больше 20 лет. Это и ультразвуковая высокочастотная аблация предстательной железы, это и экспериментальные методы, такие как нанонож, лазерная аблация, которые тоже потихонечку входят в нашу повседневную практику. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про нанонож. Нанонож или необратимая электропарация – это современный малоинвазивный метод лечения онкологических заболеваний. Основывается он на том, что мы, ну, простым языком, непосредственно в опухолевый очаг проводим электрические зонды, которые тонкие в диаметре, диаметром ту же вязальную спицу, да, и через них мы пропускаем электрические импульсы, которые поражают те же мембраны раковых клеток, и раковые клетки погибают. Технология – это новая, пока она внедряется, используется в современных стационарах только в рамках клинических исследований. И, собственно, у нас в Сеченомовском университете в начале апреля этого года мы начали клиническое исследование международного уровня по как раз использованию наноножа у пациентов с раком предстоятельной железы. Если мы говорим о всех новых альтернативных методах хирургии, насколько это доступно обычному пациенту? Входят ли эти программы в ТМП, в высокотехнологичную медицинскую помощь? Когда мы говорим о методах, которые попадают под те иные клинические исследования для пациентов, конечно же, это всё бесплатно. Это всё выполняется по каналу бюджета в рамках клинических исследований. Когда мы говорим о таких методах, как риоаблация, хайфу, та же роботическая хирургия, то в большинстве случаев это попадает под квоты под высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть пациент получает квоту и спокойно может обращаться? Да. Но, к сожалению, реалии сегодняшние таковы, что, говоря о роботической хирургии, это операция довольно-таки дорогостоящая, количество квот на них ограничено, и дальше у пациента остаётся возможность только выполнить по каналу платных медицинских услуг. Но, опять-таки, у пациента всегда есть альтернатива выполнить эту операцию лапароскопическим доступом, на который квоты на эти операции в достатке, либо выполнить эту операцию открытым доступом. Для неё, для открытого доступа никаких специальных квот не требуется, достаточно обычного страхового полиса и, собственно, и всё. Если говорить про анатомию, всё-таки про доступ, получается, что при любом из этих видов операций так или иначе основная функция удалить опухоль, например, она всё равно исполняется? Конечно, абсолютно верно. И, говоря о раке предстательной железы, открытая простатоктомия, лапароскопическая или роботическая имеют одинаковый онкологическую результат, эффективность, одинаковую онкологическую эффективность. Многие, как говорят про урологию, конечно, вспоминают онкоурологию проблемы рака, но для огромного количества мужчин, на самом деле, большая проблема – это эректильная дисфункция. Как современная урология научилась помогать этим мужчинам? Научилась помогать. Значит, на сегодняшний день, помимо того, что огромное количество различных диагностических исследований очень серьёзно шагнуло вперёд фарминдустрия. На сегодняшний день на рынке имеется различный спектр различных препаратов, которые довольно-таки успешно помогают справиться. То есть не только селдонофил, как был в какое-то время уже? Да, довольно-таки успешно помогают справиться с этой проблемой. Ну и в тот момент, когда по тем или иным причинам лекарства не помогают, на сегодняшний день присутствуют различные хирургические пособия, которые позволяют с этим недугом справиться. Если говорить про медицину будущего, какое самое современное хирургическое пособие помогает? Самое эффективное, самое радикальное, это, наверное, фаллопротезирование. Когда уже дороги назад нету, то приходится идти на этот шаг. Что из себя это представляет? Фаллопротез, ну, они бывают различные компоненты, если говорить о современных трёхкомпонентных фаллопротезах. Простым языком это специальный протез, который устанавливается в половой член, которым, собственно, пациент может сам управлять. Но он может поддувать как-то его, как это происходит? Да, когда это необходимо, то приводить половой член в состояние эрекции путём специальных механических движений. Многие из молодых людей не хотят идти к урологу, хотя, очевидно, представляют, что есть некая урогенитальная инфекция. Они даже многие знают об этом. Насколько это опасно, носить себе урогенитальную инфекцию, и может ли она спровоцировать в дальнейшем, в частности, онкологические заболевания? Очень спорный вопрос, хотя были множество научных работ, которые доказывали какую-то связь между этими заболеваниями. Но, тем не менее, на сегодняшний день скажу, наверное, что такой связи нет. Говоря о молодых людях, ну, наверное, я советую идти к урологу в том случае, если вас что-то беспокоит. Если вы чувствуете себя хорошо, у вас жалоб нет, то, наверное, посещать уролога раньше времени, ну, большого значения я не вижу. Но раньше времени все-таки, учитывая то, что... 40 лет. 40 лет. Тот возраст, когда это необходимо делать. Первое посещение, если вас не беспокоит, то вы к урологу первый раз. Если у вас нет никаких жалоб, вас ничего не беспокоит, вас все устраивает, то первый раз в 40 лет. С вашего позволения я подведу итог нашей программы. Для того, чтобы более-менее чувствовать себя комфортно и знать о заболевании чуть раньше, чем многие, каждый мужчина должен появляться у уролога в 40 лет, сдавать первый раз, возможно, простатспецифический антиген. И если все хорошо, то в последующем он должен сдавать через 5 лет и уже потом каждый последующий год. И обязательно должен прежде всего во всей этой ситуации принимать решение исключительно уролог. Абсолютно верно. Спасибо большое.